Всем доброго времени суток! Сегодня мы с вами вяжем имитацию поденочки. Вот такая поденочка у нас на 16 номере крючка. Я свяжу с вами на 14. Для этого нам потребуется крючок стандартной формы для сухих мушек. Я буду использовать от Arex FW503. Что ж, приступим. Устанавливаем крючок губки тисков и фиксируем монтажную нить. Монтажная нить у меня Semperfly Nano Silk 18.0. Тонкая, прочная, с мелкими мушками работать очень удобно. Подналащим и зафиксируем на цве. Излишки удаляем. Монтажную нить проматываем по направлению к загибу. В данной точке мы сделаем небольшое уплотнение для того, чтобы в дальнейшем приподнять хвостик мушки. И для уплотнения я буду использовать натуральный дайбинг Semperfly Kapok. Очень интересный, тонкий-тонкий дайбинг. Прям ложится на нить очень тонко. Вы можете использовать любой другой дайбинг для сухих мушек. Такой как Superfine. Их много. Берем немного дайбинга и наносим на монтажную нить. Даже можно еще чуть-чуть добавить. И начинаем формировать уплотнение. Уплотнение формируем немного на части, где начинается сам загиб. Немного сзади от самого прямого цевья. Примерно вот так. Сразу за уплотнением мы устанавливаем хвостик мушки. Для этого я буду использовать бородки пера из скальпа петуха. С жесткими бородками. Вот у меня есть уже такое перо. Я его использовал. Цвета Golden Badger. Отводим немного бородок назад. Много не надо. Я не знаю. Бородок 6-7 на глаз. Собираем все это в пучок. Выравниваем по длине в пальцах и зажимаем. Ну обычно здесь говорят можно оторвать от стенки. Просто оторвать. Но в таком случае бородки могут между собой перемяться и хвостик будет торчать. Ну это если допустим вы хотите делать ровный хвостик. Чтобы вот получился именно ровный я рекомендую отрезать от стенки. Немного поправим. Применем. Перехватываем в правую руку. Как вы видите он более-менее ровно у нас лежит в пальцах. Длину я делаю примерно равной длине цевья. Длина цевья может даже длину крючка плюс-минус в этом диапазоне. Отмерили длину. Перехватили левой рукой. Поднесли к точке крепления. Набросили монтажную петлю и проматываем немного. И смотрим. Ну вот наш хвостик лег ровно. И вот здесь его можно даже немного так вот расправить. Для этого мы и делали уплотнение. Чтобы он немного вверх смотрел. Вот. Если нас устраивает как лежит наш хвостик, мы раскручиваем немного до плоского состояния монтажную нить и продолжаем фиксировать остатки пера поверх цевья. По направлению колечку. Примерно в этом районе излишки можно уже подрезать. Остаточки окончательно закрыть. Так. Перекрутил монтажную нить. Обратно вернем. Закрываем. И возвращаем обратно монтажную нить к нашему хвостику. К точке крепления хвостика. И вот последним оборотом, если придавить, мы видим, немного расправляется хвостик наш. Еще один фиксирующий. Этого будет достаточно. Далее мы установим такие три основные еще хвостика, более ярко выраженные. Для этого я буду использовать пиро, хвостовое пиро фазана. Я уже здесь брал много. Для этого мы отбираем ровно три остинки. И отрезаем себе. Получается такой вот пучок бородок пера хвостового фазана. Бородки пера хвостового пера фазана я длину беру примерно равную длине от ушка до края хвостика, который мы уже установили. И точно так же сверху фиксирую на цевье. Вроде попал, да. Установили ровно поверх цевья. Проверили, что у нас по оси все лежит. И, как вы видите, бородки пера фазана так расправляются на три ответвления таких хвостиков. Ну и, естественно, остатки все мы также проматываем по верху цевья в направлении колечка. Ну и также остатки отрезаем. Монтажную нить возвращаем обратно к точке крепления наших хвостиков. Замечательно. В данной точке мы зафиксируем материал для нашего тела. А тело мы будем изготавливать из глазкового пера павлина хвостового. У меня есть такие вот перья павлина. Они вот уже окрашены в другие цвета, нежели чем природный окрас. Вот он у нас природный окрас. Это уже окрашенный. Я буду изготавливать из окрашенных. Если у вас нет хвостового пера павлина такого окрашенного, можно использовать биоты индюка. Тоже как альтернатива. Замечательно. Отрезаем вот с этой части от глазка, да, вот примерно отсюда, одну оборотку пера. Ну, допустим, вот эту вот. Получается такая стенка. И фиксируем мы именно той частью, которая у нас была ближе к самой ости пера изначально. Более такой широкой. Я фиксирую сбоку от цевья вот здесь вот. Делаю несколько оборотов и монтажную нить увожу вперед колечко. И начинаю с вами формировать потихоньку тело мушки. Виток за витком. Виток за витком. Виток за витком. Примерно в данном месте мы зафиксируем наше перо. Остатки удалим. Получилось вот такое вот сегментированное тело мушки. Сейчас мы с вами зафиксируем крыло. Можно делать более сложное крыло, если собирать перо CDC в пучок, потом его подрезать. Но можно сделать намного проще. Для этого мы берем просто два CDC пера. У меня такие белые. Два CDC пера. Складываем друг к другу. На лицевой стороне получается. Вот так вот вместе. Выравниваем их по длине. Получается вот такой вот у нас пучок. И фиксируем наши перья на цевье. Собираем вместе оборотки пера. Отмеряем длину. Длину я примерно беру здесь равную. Ну так, чтобы у нас бородки доходили до начала хвостика. Ну, начала хвостика, да. Вот примерно вот так. И фиксируем на цевье. Поправляем. Смотрим, чтобы все было ровно. Как вы видите, перо достаточно ровно легло. То, что оно немного вниз может смотреть, это абсолютно не страшно. Главное, чтобы оно ровно относительно оси цевья все было. Если мы видим, что все ровно, то окончательно закрепляем. Закрепляем и остаточки подрезаем. Ну и остаточки там, чтобы у нас не закрывало колечко. Тоже уберем. Тоже уберем. И уже плоской нитью подраскрутим малеха. Так, в какую сторону нам лучше сейчас. Закрываем остатки материала CDC колечко. И монтажную нить возвращаем потихоньку назад к точке крепления крыла. Здесь нам надо приподнять крыло. Для этого нам потребуется CDC перо. Но можно взять немного другой цвет. Вот возьмем... Такое, чуть потемнее, да? Возьмем несколько... ...обородок CDC перо себе. И нанесем на монтажную нить, как дабинг. И приподнимая крыло, начинаем проматывать... ...уплотнение такое за нашим крылом. Тем самым приподнимая перо немного вверх. ...будет достаточно. И сейчас нам надо с вами сформировать торакс. Его мы будем делать из меха косули. Такой у меня есть мех. Отрежем буквально небольшой пучок. Такой буквально маленький пучок. Отчистим его от подшерстка. И выровняем в ступке. Выровняли немного мех. Немного вот эту заднюю часть. Более длинную мы можем отрезать. Она сейчас будет мешать. Ну, примерно так мы отрежем. Далее возьмем две клипсы такого плана. Помещаем мех в одну клипсу. И зажимаем второй с другой стороны. И таким движением начинаем выравнивать наш мех. Когда мы его выровняли. Сделали плоским. Перехватываем ближе к краешку. Ближе к краешку. И так, чтобы было немного. Немного по длине захвачено. Сейчас вам захвачу, покажу. Такая вот конструкция получилась. Ну и отрезаем излишки, естественно. Далее раскрываем нашу монтажную нить. Делаем даббинговую петлю. Наносим немного липкой лаксы. И помещаем наш мех в петлю. И начинаем скручивать. Получился такой вот мех у нас. И начинаем формировать торекс мушки. Поправляем остинки меха назад. Таким вот образом. И проматываем виток к витку по направлению колечку. Замечательно. Немного раскрутим монтажную нить обратно. И вернем к точке, где закончили проматывать мех. Здесь мы установим следующий элемент. Это мех со спины зайца. Достаточно интересный материал. Берем небольшой пучок со спины. И сейчас я вам покажу, как он будет выглядеть у нас в дальнейшем. В передней части. И как... Ну, выполнять роль ножек, так сказать. И получается интересный силуэт на воде. Вот отрезали пучок меха со спины. И весь этот подшерсток мы пальцами прямо вот так вот убираем. Перехватываем в правую руку. Ну, здесь я вот покажу. Я это делаю, кладу на палец. И даббинговой иглой немного поправляю, чтобы изгиб меха был направлен в одну сторону. Где-то излишки можно убрать будет. Получается вот такой вот у нас пучок меха зайца. Дальше мы точно так же раскрываем нашу монтажную нить. Сейчас проверим, она раскручена. Если нет, то раскручиваем. Раскрываем нашу монтажную нить. Все то же самое. Наносим немного липкой лакцы. Берем наш пучок меха зайца и помещаем в петлю. Длина вот этих вот остинок по правую сторону должна быть примерно равна длине тела. Это можно поправить. Чуть-чуть вытащить. И излишки мы отрезаем. Вот эти вот сзади меха. И точно так же начинаем скручивать монтажную нить. Получается тоже вот такая вот скрутка меха даббинговой петли. И точно так же начинаем формировать, получается, ножки. Мех поправляем пальцами назад. И также виток к витку проматываем по направлению колечко. Делаем несколько закрепительных оборотов. Поправляем аккуратно все. Излишки, которые можно над колечком поправить, убрать. Не критично. И все. Ставим наш финишный узел. Нонтажную нить отрезаем. И теперь весь этот мех зайца поправляем вперед. Он принимает свою форму, как мы его делали. Загиб. 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 Выправляем. Загиб. часть мы ровненько срезаем получается всю нижнюю часть по отношению цевья мы срезаем срезаем Получается такое подобие ножек нашей мушки, плюс дополнительная опора с передней части и плавает замечательно. Кому не нравится как легло крыло, мы можем аккуратненько его подровнять, так как это нам нравится. Добавить здесь угол и допустим подрезать по таким углам. И у нас с вами получается вот такая имитация паденочки. Спереди у нас есть замечательная опора в виде меха зайца со спины, сзади это опора из бородок пера и скальпа петуха. Ну а фазан уже выполняет свою роль как силуэт, но более темные такие отпечатки хвостика. Всем спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok